Из Икииль, глава сороковая. И вот муж, которого вид как бы вид блистающей меди, и льняная верь в руке его и трость измерения, и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж, сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это, все, что увидишь, возвести дому Израилеву. И вот вне храма стена со всех сторон его, и в руке того мужа трость измерения в шесть локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью. И намерил он в этом здании одну трость толщины и одну трость вышины. Потом пошел к воротам, обращенным лицом к востоку, и взошел по ступеням их, и нашел меры в одном пороге ворот, одну треть ширины, и в другом пороге одну трость ширины. И в каждой боковой комнате одна трость длины и одна трость ширины, а между комнатами пять локтей, и в пороге ворот у притвора внутри одна же трость. И смерил он в притворе ворот внутри одну трость, и в притворе у ворот намерил восемь локтей и два локтя в столбах. Этот притвор у ворот со стороны храма. Боковых ворот, у восточных ворот, три с одной стороны и три с другой, одна мера во всех трех, и одна мера в столбах, стоя и другой стороны. Ширины в отверстии ворот он намерил десять локтей, а длины ворот тринадцать локтей. А перед комнатами выступ в один локоть, и в один же локоть с другой стороны выступ. Эти комнаты с одной стороны имели шесть локтей, и шесть же локтей с другой стороны. Потом намерил он в воротах от крыши одной комнаты до крыши другой двадцать пять локтей ширины. Дверь была против двери. А в столбах он насчитал шестьдесят локтей, и в каждом столбе около двора и у ворот, и от передней стороны входа в ворота до передней стороны внутренних ворот, пятьдесят локтей. Решетчатые окна были и в боковых комнатах, и в столбах их, внутри ворот кругом также, и в притворах окна были кругом на внутреннюю сторону и на столбах пальмы. И привел он меня на внешний двор, и вот там комнаты. И каменный помост кругом двора был сделан, тридцать комнат на том помосте. И помост этот был по бокам ворот, соответственно, длине ворот. Этот помост был ниже. И намерил он в ширину от нижних ворот до внешнего края внутреннего двора сто локтей к востоку и к северу. Он намерил та же длину и ширину ворот внешнего двора, обращенных лицом к северу, и боковые комнаты при них, три с одной стороны и три с другой, и столбы их, и выступы их были такой же меры, как у прежних ворот, длина их пятьдесят локтей, а ширина двадцать пять локтей. И окна их, и выступы их, и пальмы их, той же меры, как у ворот, обращенных лицом к востоку. И входят к ним семью ступенями, и перед ними выступы. И во внутренний двор есть ворота против ворот северных и восточных. И намерил он от ворот до ворот сто локтей. И повел меня на юг. И вот там ворота южные. И намерил он в столбах и выступах такую же меру. И окна в них, и в преддвериях их, такие же, как те окна длины пятьдесят локтей и ширины двадцать пять локтей. Подъем к ним в семь ступеней, и преддверия перед ними, и пальмовые украшения, одно с той стороны, а другое с другой, на столбах их. И во внутренний двор были южные ворота. И намерил он от ворот до ворот южных сто локтей. И привел он меня через южные ворота во внутренний двор, и намерил в южных воротах ту же меру. И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их, той же меры. И окна в них, и в притворах их были кругом. Всего в длину пятьдесят локтей, и в ширину двадцать пять локтей. Притворы были кругом длиною двадцать пять локтей, а шириной в пять локтей. И притворы были у них на внешний двор. И пальмы были на столбах их, подъем к ним восемь ступеней. И повел меня восточными воротами на внутренний двор, и намерил в этих воротах ту же меру. И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их были той же меры. И окна в них, и в притворах их были кругом. Длина пятьдесят локтей, а ширина двадцать пять локтей. Притворы у них были на внешний двор. И пальмы на столбах их, и стоя с другой стороны, подъем к ним восемь ступеней. Потом привел меня к северным воротам, намерил в них ту же меру. Боковые комнаты при них, столбы их, и притворы их, и окна в них были кругом. Всего в длину пятьдесят локтей, и в ширину двадцать пять локтей. Притворы у них были на внешний двор. И пальмы на столбах их, и стоя с другой стороны, подъем к ним восемь ступеней. Была также комната со входом в нее, у столбов ворот. Там умывает жертву все сожжение. И в притворе у ворот два стола с одной стороны, и два с другой стороны, чтобы заколать на них жертву все сожжение, и жертву за грех, и жертву за преступление. И у наружного бока при входе, в отверстие северных ворот, были два стола. И у другого бока, подъем к предвору у ворот, два стола. Четыре стола с одной стороны, и четыре стола с другой стороны. По бокам ворот всего восемь столов, на которых заколают жертвы. И четыре стола для приготовления все сожжение были из тесаных камней, длиной в полтора локтя и шириной в полтора локтя. А вышиною, в один локоть, на них кладут орудия для заклания жертвы все сожжение и других жертв. И крюки в одну ладонь приделаны были к стенам здания кругом, и на столах клали жертвенное мясо. Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов, на внутреннем дворе сбоку северных ворот. Одна обращена лицом к югу, а другая сбоку южных ворот, обращена лицом к северу. И сказал он мне, это комната, которая лицом к югу для священников, бодрствующих на страже храма. А комната, которая лицом к северу для священников, бодрствующих на страже жертвенника. Это сыны Садока, которые одни из сыновлее приближаются к Господу, чтобы служить ему. «И намерил он во дворе сто локтей длины и сто локтей ширины. Он был четыреугольный. А перед храмом стоял жертвенник. И привел он меня к притвору храма. И намерил в столбах притвора пять локтей с одной стороны и пять локтей с другой. А в воротах три локтя ширины с одной стороны и три локтя с другой. Длина притворов двадцать локтей, а ширина в одиннадцать локтей. И всходит в него ходить по десяти ступеням. И были подпоры у столбов. Одна с одной стороны, а другая с другой. Иезекииля, глава сорок первая. Потом ввел меня в храм и намерил в столбах шесть локтей ширины с одной стороны и шесть локтей ширины с другой стороны, в ширину с киньи. В дверях десять локтей ширины. И по бокам дверей пять локтей с одной стороны и пять локтей с другой стороны. И намерил длины в храме сорок локтей, а ширины двадцать локтей. И вошел внутрь и намерил в столбах у дверей два локтя, и в дверях шесть локтей, а ширина двери в семь локтей. И отмерил в нем двадцать локтей в длину и двадцать локтей в ширину храма, и сказал мне, это святое святых. И намерил в стене храма шесть локтей, а ширины в боковых комнатах кругом храма по четыре локтя. Боковых комнат было тридцать три, комната подле комнаты. Они вдаются в стену, которая у храма, для комнат кругом, так что они в связи с нею, но стены самого храма не касаются. И он более и более расширялся кругом с верх боковыми комнатами, потому что окружность храма восходила выше и выше вокруг храма. И потому храм имел большую ширину вверху, и из нижнего этажа восходили в верхний, через средний. И я видел вверх дома во всю окружность, боковые комнаты в основании имели те же меры, там цельную трость. Шесть полных локтей. Ширина стены и боковых комнат, выходящих наружу пять локтей. И открытое пространство есть подле боковых комнат храма. И между комнатами расстояние двадцать локтей кругом всего храма. Двери боковых комнат ведут на открытое пространство. Одни двери на северную сторону, а другие двери на южную сторону. А ширина этого открытого пространства пять локтей кругом. Здание перед площадью на западной стороне шириной в семьдесят локтей. Стена же этого здания в пять локтей ширины кругом, и длина ее девяносто локтей. И измерил он в храме сто локтей длины, и в площади, и в пристройке, и в стенах его также сто локтей длины. И ширина храма по лицевой стороне и площади к востоку сто же локтей. И в длине здания перед площадью, на задней стороне ее, с боковыми комнатами его, по ту и другую сторону, он намерил сто локтей. Со внутренностью храма и притворами двора. Дверные брусья, решетчатые окна и боковые комнаты кругом во всех трех ярусах против порогов, обшиты деревом. И от пола до окна. Окна были закрыты. От верха дверей, как внутри храма, так и снаружи. И по всей стене, кругом внутри и снаружи, были резные изображения. Сделаны были херувимы и пальмы. Пальма между двумя херувимами. И у каждого херувима два лица. С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме лицо львиное. Так сделано во всем храме кругом. От пола до верха дверей сделаны были херувимы и пальмы, так же и по стене храма. В храме были четырехугольные дверные косяки. И святилище имело такой же вид, как я видел. Жертвенник был деревянный, в три локтя вышиною, и в два локтя длинные. И углы его, и подножия его, и стенки его из дерева. И сказал он мне, это трапеза, которая перед Господом. В храме и во святилище по две двери. И двери сия в двух досках, обе доски подвижные. Две у одной двери, и две доски у другой. И сделаны на них, на дверях храма, херувимы и пальмы, такие же, какие сделаны по стенам. А перед притвором снаружи был деревянный помост, и решетчатые окна с пальмами, по ту и по другую сторону, были по бокам притвора, и в боковых комнатах храма, и на деревянной обшивке. Иезекииль, глава 42. И вывел меня ко внешнему двору с северной дорогой, и привел меня к комнатам, которые против площади и против здания на севере. К тому месту, которое у северных дверей имеет в длину 100 локтей, а в ширину 50 локтей. Напротив 20 локтей внутреннего двора, и напротив помоста, который на внешнем дворе. Была галерея против галереи в три яруса, а перед комнатой ход в 10 локтей ширины, а внутрь в один локоть, двери их лицом к лицу, верхние комнаты уже, потому что галерея отнимает у них несколько против нижних и средних комнат этого здания. Они в три яруса, и таких столбов, какие на дворах, нет у них, потому они и сделаны уже против нижних и средних комнат, начиная от пола. А наружная стена напротив этих комнат от внешнего двора, составляющая лицевую сторону комнат, имеет длины 50 локтей. Потому что и комнаты на внешнем дворе занимают длины только 50 локтей, и вот перед храмом 100 локтей. А снизу ход к этим комнатам с восточной стороны, когда подходят к ним со внешнего двора. В ширину стены двора к востоку, перед площадью и перед зданием были комнаты. И ход перед ними такой же, как и у тех комнат, которые обращены к северу. Такая же длина, как и у тех, такая же ширина, и все выходы их, и устройства их, и двери их, такие же, как и у тех. Такие же двери, как и у комнат, которые на юг, и для входа в них дверь у самой дороги, которая шла прямо вдоль стены на восток. И сказал он мне, комнаты на север и комнаты на юг, которые перед площадью, суть комнаты священные, в которых священники, приближающиеся к Господу, съедают священнейшие жертвы. Там же они кладут священнейшие жертвы и хлебное приношение, и жертву за грех, и жертву за преступление, ибо это место святое. «Когда войдут туда священники, то они не должны выходить из этого святого места на внешний двор, доколе не оставят там одежд своих, в которых служили, ибо они священны. А они должны надеть на себя другие одежды, и тогда выходить к народу. Когда кончил он измерение внутреннего храма, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом. Он измерил восточную сторону тростью измерения, и намерил тростью измерения всего 500 тростей. В северной стороне той же тростью измерения намерил он всего 500 тростей. В южной стороне намерил тростью измерения также 500 тростей. Поворотив к западной стороне, намерил тростью измерения 500 тростей. Со всех четырех сторон он измерил его. Кругом в него была стена длиною в 500 тростей, и в 500 тростей шириною, чтобы отделить святое место от несвятого». Иезекииль, глава 43. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот, слава Бога Израилева, шла от востока, и глаз его, как шум, вот многих, и земля светилась от славы его. Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу. И видение, подобное видением, какие видел я у реки Хавара. И я пал на лицо мое. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор. И вот слава Господа наполнила весь храм. И я слышал кого-то, говорящего мне из храма. А тот муж стоял подле меня и сказал мне, «Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки. И дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего. Не они, не цари их, блужением своим и трупами царей своих на высотах их. Они ставили порог своего порога моего и верея дверей своих подле моих верей. Так что одна стена была между мною и ими, и оскверняли святое имя мое мерзостями своими, какие делали. И зато я погубил их во гневе моем. А теперь они удалят от меня блужение свое и трупы царей своих, и я буду жить среди них вовеки. «Ты, Сын, человеческий, возвести дому Израилеву о храме всем, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру. Если они устыдятся всего этого, что делали, то покажи им вид храма и расположения его, и выхода его, и входа его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его. И напиши при глазах их, чтобы они сохраняли все очертания его. И все уставы его, и поступали по ним. Вот закон храма, на вершине горы, все пространство его вокруг, святое святых. Вот закон храма. И вот размеры жертвенника локтями, считая локоть в локоть, с ладонью. Основание в локоть, ширина в локоть же, и пояс по всем краям его в одну пядень. И вот задняя сторона жертвенника. От основания, что в земле, до нижнего выступа два локтя, а шириной он в один локоть. От малого выступа до большого выступа четыре локтя, а ширина его в один локоть. Самый жертвенник вышиной в четыре локтя, и из жертвенника поднимается вверх четыре рога. Жертвенник имеет двенадцать локтей длины и двенадцать ширины, он четырехугольный, на все свои четыре стороны. А в площадке четырнадцать локтей длины и четырнадцать ширины, на все четыре стороны ее. И вокруг нее пояс в пол локтя, и основание ее в локоть вокруг, ступени же к нему с востока. И сказал он мне, сын человеческий, так говорит Господь Бог, вот уставы жертвенника к тому дню, когда он будет сделан для приношения на нем всесожжений и для кропления на него кровью. Священникам от колен Левиена, которые из племени Садога, приближающимся ко мне, чтобы служить мне, говорит Господь Бог, дай тельца из ста навалов в жертву за грех, и возьми крови его, и покропи на четыре рога его, на четыре угла площадки, и на пояс кругом, и так очисти его, и освети его, и возьми тельца в жертву за грех, и сожги его на назначенном месте дома, вне святилища, а на другой день в жертву за грех принеси из козьего стада козла без порока, и пусть очистят жертвенник так же, как ощущали тельцом. Когда же кончишь ощущение, приведи из стада волов тельца без порока, и из стада овец овна без порока, и принеси их перед лице Господа, и священник, и бросят на них соли, и вознесут их во всесожжение Господу. Семь дней приноси в жертву за грех по козлу в день, так же пусть приносят в жертву по тельцу из стада волов, и по овну из стада овец без порока. Семь дней они должны очищать жертвенник и освещать его, и наполнять руки свои. А по окончании же сих дней, в восьмой день и далее, священники будут возносить на жертвенники ваши всесожжения и благодарственные жертвы. И я буду милостив к вам, говорит Господь Бог. Иезекииль, глава 44. И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены. Что до князя, он как князь сядет в них, чтобы есть хлеб перед Господом, войдет путем притвора этих ворот, и тем же путем выйдет. Потом привел меня путем ворот северных перед лицом храма, и я видел, и вот слава Господа наполняла дом Господа. И пал я на лицо мое. И сказал мне Господь, Сын Человеческий, прилагай сердце твое ко всему, и смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что я говорю тебе, о всех постановлениях дома Господа и всех законах его, и прилагай сердце твое ко входу в храм и ко всем выходам из святилища. И скажи мятежному дому Израилеву, так говорит Господь Бог, довольна вам, дом Израилев, делать все мерзости ваши, вводить сынов чужой, не обрезанных сердцем и не обрезанных плотью, чтобы они были в моем святилище и оскверняли храм мой, подносить хлеб мой туг и кровь и разрушать завет мой всякими мерзостями вашими. Вы не исполняли стражи у святынь моих, оставили вместо себя их для стражи в моем святилище. Так говорит Господь Бог, никакой сын чужой, не обрезанный сердцем и не обрезанной плотью, не должен входить во святилище мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля. Равные левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израилева, которые оставив меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою. А они будут служить во святилище моем, как сторожа у ворот храма и прислужники у храма. А они будут заколать для народа все сожжения и другие жертвы, и будут стоять перед ними для служения им. За то, что они служили им перед идолами их, и были для дома Израилева соблазном к нечестию. Я поднял на них руку мою, говорит Господь Бог, и они понесут наказание за вину свою. А они не будут приближаться ко мне, чтобы священно действовать предо мною, и приступать ко всем святыням моим, к святому святых, но будут нести на себе бесславие свои, мерзости свои, какие делали, сделая их стражами храма для всех служб его и для всего, что производится в нем. А священники из колена Левейна, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилев от меня постоянно стояли на страже святилища моего, «Те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне тук и кровь, говорит Господь Бог. Они будут входить во святилище мое и приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою. Когда придут к воротам внутреннего двора, тогда оденутся в одежды льняные, а шерстяное не должно быть на них во время служения их, в воротах внутреннего двора и внутри храма. У вяса на головах и должны быть так же льняные, и из подней одежды на шерстях их должна быть так же льняная. В поту они не должны опоясываться. А когда надо будет выйти на внешний двор, на внешний двор к народу, тогда они должны будут снять одежды свои, в которых они служили, и оставить их в священных комнатах, и одеться в другие одежды, чтобы священными одеждами своими не прикасаться к народу. И головы своей они не должны брить и не должны отпускать волос, а пусть непременно стригут головы свои. И вина не должен пить ни один священник, когда идет во внутренний двор. Ни вдовы, ни разведенные с мужем, они не должны брать себе в жены, а только могут брать себе девицы с племени Дома Израилева и вдову, оставшуюся вдовой от священника. Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного, и объяснять им, что нечисто и что чисто. При спорных делах они должны присутствовать в суде. И по уставам моим судить их, и наблюдать законы мои, и постановления мои, о всех праздниках моих, и свято хранить субботы мои. К мертвому человеку никто из них не должен подходить, чтобы не сделаться нечистым. Только ради отца и матери, ради сына и дочери, брата и сестры, которая не была замужем, можно им сделать себя нечистыми. По ощущению же такого, еще семь дней надлежит отсчитать ему. И в тот день, когда ему надо будет приступать ко святыне во внутреннем дворе, чтобы служить при святыне, он должен принести жертву за грех, говорит Господь Бог. А что да удела их, то я их удел. И владения не давайте им в Израиле, я их владения. Они будут есть от хлебного приношения, от жертвы за грех и жертвы за преступление. И все заклятое у Израиля им же принадлежит. И начатки из всех плодов ваших, и всякого рода приношения, из чего не состояло бы приношение ваше, принадлежит священникам. И начатки молотого вами отдавайте священнику, чтобы над домом твоим почивало благословение. Никакой мертвичины и ничего растерзанного зверем, ни из птиц, ни из скота, не должны есть священники. Иезекииль, глава 45. Когда будете по жребию делить земли на уделы, тогда делите священный участок Господу 25 тысяч тростей длины и 10 тысяч ширины. Да будет святое это место во всем объеме своем кругом. От него к святилищу отойдет 4 угольных по 500 тростей кругом, и кругом него площадь 50 локтей. Из этой меры отмерь 25 тысяч тростей в длину и 10 тысяч в ширину, где будет находиться святилище святое святых. Эта священная часть земли принадлежать будет священникам, служителям святилища, приступающим к служению Господа, это будет для них местом для домов и святыни для святилища. 25 тысяч тростей длины и 10 тысяч ширины будут принадлежать левитам, служителям храма, как их владение для обитания их. И во владение городу дайте 5 тысяч ширины и 25 тысяч длины против священного места, отделенного Господу. Это принадлежать должно всему Дому Израилеву. И князю дайте долю по ту и другую сторону, как подлить священное место, отделенного Господу, так и подлить городского владения к западу с западной стороны и к востоку с восточной стороны, длиной наравне с одним из оных уделов от западного предела до восточного. Это его земля, его владение в Израиле. Чтобы князья мои вперед не теснили народа моего. И что вы предоставили землю Дому Израилеву по коленам его. Так говорит Господь Бог. Довольно вам, князья Израилевы? Отложите обиды и угнетения, и творите суд и правду. Перестаньте вытеснять народ мой из владения его, говорит Господь Бог. Да будут у вас правильные весы и правильная ефа, и правильный бат. Ефа и бат должны быть одинаковой меры. Так что у бат вмещал в себе десятую часть хомера, и Ефа десятую часть хомера. Мера же должна определяться по хомеру. В сикле 20 гер и 20 сиклей. 25 сиклей и 15 сиклей составлять будут у вас мину. Вот дань, какую вы должны давать князю. Шестую часть ефа от хомера пшеницы, и шестую часть ефа от хомера яшменя. Постановление об Елее. От Кора Елея. Десятую часть бата. Десять батов составляет хомер, потому что в хомере 10 батов. Одну овцу от стада. В 200 овец стучные пажите Израиля. Все это для хлебного приношения и всесожжения, и благодарственной жертвы в очищении их, говорит Господь Бог. Весь народ с земли обязывается делать и сие приношения князю в Израиле. А на обязанности князя будут лежать всесожжения и хлебные приношения и возлияния в праздники, в новомесячные субботы, во все торжества дома Израилева. Он должен будет приносить жертву за грех и хлебное приношение и всесожжение, и жертву благодарственную для очищения дома Израилева. Так, говорит Господь Бог, в первом месяце, в первый день месяца возьми из стада валов тельца без порока и очисти святилище. Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит ею на верее храма и на четырех углах площадки у жертвенника и на верее ворот внутреннего дома. То же сделай и в седьмой день месяца за согрешающих умышленно и по простоте, и так очищайте храм. В первом месяце, в четырнадцатый день месяца должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должно есть опресноке. В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех. И в эти семь дней праздника он должен приносить во всесожжение Господу каждый день по семи тельцов и по семи овнов без порока, и жертву за грех каждый день по козлу из козьего стада. Хлебного приношения он должен приносить по ефе на тельца, и по ефе на овна, и по гину и лея на ефу. В седьмом месяце, в пятнадцати день месяца, в праздник в течение семи дней он должен приносить тоже такую же жертву за грех, такое же всесожжение, и столько же хлебного приношения, и столько же елея. Иезекииль, глава сорок шестая. Так говорит Господь Бог, ворота внутреннего двора, обращенные лицом к востоку, должны быть заперты в продолжении шести рабочих дней, а в субботний день они должны быть отворены, и в день новомесяча должны быть отворены. Князь пойдет через внешний притвор ворот, и станет уверее этих ворот, и священники совершат его всесожжение, и его благодарственную жертву, и он у порога ворот поклонится Господу, и выйдет, а ворота остаются незапертыми до вечера. И народ земли будет поклоняться перед Господом при входе в ворота, в субботы и новомесяча. Все сожжения, которые князь принесет Господу в субботний день, должны быть из шести агнцев без порока, и из овна без порока, хлебного приношения ефа на овна, а на агнцев хлебного приношения сколько рука его подаст, а или гин на ефу. В день новомесяча будут приносимы им из ста доволов телец без порока, также шесть агнцев и овен без порока. Хлебного приношения он принесет ефу на тельца и ефу на овну, а на агнцев сколько рука его подаст, и или гин на ефу. И когда приходить будет князь, то должен входить через притвор ворот и тем же путем выходить. А когда народ земли будет приходить перед лицом Господа в праздники, то вошедший северными воротами для поклонения должен выходить воротами южными, а вошедший южными воротами должен выходить воротами северными. Он не должен выходить теми же воротами, которыми вошел, а должен выходить противоположными. И князь должен находиться среди них, когда они входят, и входит и он. Когда они выходят, выходит и он. И в праздники, в торжественные дни хлебного приношения от него должно быть по ефе на тельца, и по ефе на овну, и на агнцев. Сколько подаст рука его, и или погину на ефу. А если князь по усердию своему захочет принести всесожжение или благодарственную жертву Господу, то должен отворить ему ворота, обращенные к востоку. И он совершит свое всесожжение, свою благодарственную жертву, так же, как совершил в субботний день. И после всего он выйдет, и по выходе его ворота запрутся. Каждый день приноси Господу во всесожжение однолетнего агнца, без порока. Каждое утро приноси его. А хлебного приношения прилагай к нему каждое утро шестую часть ефы и или и третью часть гина, чтобы растворить муку. Таково вечное постановление о хлебном приношении Господу навсегда. Пусть приносит во всесожжение агнца и хлебного приношения или и каждое утро постоянно. Так говорит Господь Бог. Если князь дает кому из сыновей своих подарок, то он должен пойти в наследство и его сыновьям. Это владение их должно быть наследственным. Если же он даст из наследия своего кому-либо из рабов своих подарок, то это будет принадлежать ему только до года освобождения, и тогда возвратиться к князю. Только к сыновьям его должно переходить наследие его. Но князь не может брать из наследственного участка народа, вытесняя их из владения их. Из своего только владения он может уделять детям своим, чтобы никто из народа моего не был изгоняем из своего владения. И привел он меня тем ходом, который сбоку ворот, к священным комнатам для священников, обращенным к северу, и вот там одно место на краю к западу. И сказал мне, это место, где священники должны варить жертву за преступления и жертву за грех, где должны печь хлебное приношение, не вынося его на внешний двор для освящения народа. И вывел меня на внешний двор, и провел меня по четырем углам двора, и вот в каждом углу двора еще двор. Во всех четырех углах двора были покрытые дворы в сорок локтей длины и тридцать ширины, одной меры, во всех четырех углах. И кругом всех их четырех стен, а у стен сделаны очаги кругом. И сказал мне, вот поварни, в которых служители храма варят жертвы народные. Иезекииль, глава сорок седьмая. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под ворот храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма, по южную сторону жертвенника. И вывел меня с северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем обращенным к востоку, и вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур, и отмерил тысячу локтей, и повел меня по воде, воды было по лодыжку. И еще отмерил тысячу, и повел меня по воде, воды было по колено. И еще отмерил тысячу, и повел мне, и воды было по поясницу, и еще отмерил тысячу. И уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне, видел сын человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потоком много было дерев по ту и по другую сторону, и сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять под него рыболовы от Янгаде до Иглаима, будут закидывать сети, рыба будет в своем виде. И как в большом море рыбы будет весьма много. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать. И плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание. Так, говорит Господь Бог, вот распределение, по которому вы должны разделить землю в наследие двенадцати коленам Израилевым. Иосифу два удела. И наследуйте ее как один, так и другой. Так как я, подняв руку мою, клялся отдать ее отцам вашим, то и будет земля сия наследием вашим. И вот предел земли. На северном конце, начиная от Великого моря через Хитлон, по дороге в Цидат, Ямав, Берот, Севраим, находящийся между Дамасской и Ямавской областями, где цар Тихон, который на границе Аврана. И будет граница от моря до Гацар-Янон, граница с Дамаском, и далеко на север, с северного края до Восточного моря, на все области Ямав, северный край. Черту восточного края видите между Авраном и Дамаском, между Галадом и землей Израильскую, по Иордану. От северного края до Восточного моря, это Восточный край. А южный край с полуденной стороны, от Тамары до вот Пререкания, при Кадисе, и по течению потока до Великого моря, это полуденный край на юге. Западный же предел Великое море, от южной границы до места против Ямафа, это западный край. И разделите себе землю сию на уделы по коленам Израилевым, и разделите ее по жребию в наследие себе, и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей, и они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями, и они с вами войдут в долю среди колен Израилевых, в котором колено живет иноземец, в том и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог. Из Икииль, глава 48. Вот имена колен. От восточного края до западного, это один удел Монастея. Подли границы Монастея от восточного края до западного, это один удел Ефрему. Подли границы Ефрема от восточного края до западного, это один удел Рувиму. Подли границу Рувима от восточного края до западного, это один удел Иуде. А подле границы Иуда, от восточного края до западного, священный участок шириной в 25 тысяч тростей, а длиной наравне с другими удела от восточного края до западного, среди него будет святилище. Участок, который вы посвятите Господу, длиной будет в 25 тысяч, а шириной в 10 тысяч тростей. И этот священный участок должен принадлежать священникам к северу 25 тысяч, и к морю в ширину 10 тысяч, и к востоку в ширину 10 тысяч, и к югу в длину 25 тысяч тростей, и среди него будет святилище Господне. Это посвятите священникам и сынов Садока, которые стояли на страже моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили от меня, как отступили другие левиты. Им будет принадлежать эта часть земли из священного участка, святыня и святынь у предела левитов. И левиты получат также из священнического предела 25 тысяч в длину и 10 тысяч тростей в ширину. Вся длина 25 тысяч, а ширина 10 тысяч тростей. И из этой части они не могут ни продать, ни променять, и начатки земли не могут переходить к другим, потому что это святыня Господня. А остальные 5 тысяч в ширину с 25 тысячами в длину назначаются для города в общее употребление, на заселение и на предместе. Город будет в средине. И вот размеры его. Северная сторона 4500, и южная сторона 4500, восточная сторона 4500, и западная сторона 4500 тростей. А предместие города к северу 250, и к востоку 250, и к югу 250, и к западу 250 тростей. А что остается из длины против священного участка, 10 тысяч к востоку и 10 тысяч к западу, против священного участка, произведения с этой земли должны быть для продовольствия работающих в городе. Работать же в городе могут работники из всех колен Израилевых. Выделите весь отделенный участок в 25 тысяч длины и в 25 тысяч ширины четырехугольной. Выделите в священный удел со включением владений города. А остальное князю, как со стороны священного участка, так и со стороны владений города, против 25 тысяч тростей до восточной границы участка. И на запад, против 25 тысяч у западной границы, соразмерно с сими уделами. Удел князю. Так что священный участок и святилище будет в середине его. И то, что от владений левицких и от владений города остается в промежутке, принадлежит также князю. Промежуток между границей Иуда и между границей Вениамина будет принадлежать князю. А остальное же от колен от восточного края до западного один удел Вениамину. Подли границы Вениамина от восточного края до западного один удел Симеону. Подли границы Симеона от восточного края до западного один удел Иссахару. Подли границы Иссахара от восточного края до западного один удел Завулону. Подли границы Завулона от восточного края до западного один удел Гаду, а подли границы Гада на южной стороне идет южный предел от Тамары к водам при рекане Прикадисе вдоль потока до Великого моря. Вот земля, которую вы по жребию разделите коленом Израилевым, и вот участки, говорит Господь Бог. И вот выходы города с северной стороны Меры 4500. И ворота города называются именами колен Израилевых. К северу трое ворот, ворота Рувимова одни, ворота Иудины одни, ворота Левина одни. И с восточной стороны меры 4500. И трое ворот. Ворота Иосифова одни, ворота Вениаминова одни и ворота Данова одни. И с южной стороны меры 4500. И трое ворот. Ворота Симеонова одни, ворота Иссахарова одни и ворота Завулонова одни. С морской стороны меры 4500, ворот здесь трое же, ворота Гадова одни, ворота Осирова одни и ворота Нефалимова одни. Всего кругом 18 тысяч, а имя городу с того дня будет Господь там.